Тля, пожалуй, один из самых распространенных и самых вредоносных вредителей, простите за тавтологию, сада и огорода. И если с ней не бороться, она может не просто лишить вас качественного урожая, но даже в чем-то погубить дерево, довести его в прямом смысле слова до дров. И сейчас я хочу рассказать вам, как можно справиться с тлей и основные способы борьбы, из которых вы сможете выбрать для себя наиболее подходящий. Так чем же тля заслужила такую репутацию? Во-первых, это размножение и скорость, с которой она это делает. Одна маленькая самочка тли может дать от 20 до 100 с лишним личинок за свою жизнь. И уже через 14 дней эти личинки становятся взрослыми и начинают размножаться. А за весь вегетационный сезон это может быть 10-17 поколений. Вдумайтесь сами, сколько может быть тли. Второе. Тля высасывает соки, из-за чего деревья слабеют, угнетается их рост, побеги искривляются, зависть деформируется, может даже остановиться рост. Не говоря уже о том, что тля – это основной переносчик очень опасных заболеваний, тех же самых вирусных. Наконец, тля выделяет медвяную росу, на которой поселяются сажистые грибки, тлей питаются муравьи. И в целом растения выглядят ужасно. Растения слабеют, легко повреждаются другими болезнями и вредителями. И если еще сверху наложатся, вот как у нас, заморозки, то растение может даже погибнуть. Ослабленные растения погибают особенно быстро. И как же справиться с тлей? Первое правило, которое вы должны запомнить – не ждите, пока тли станет много. Как только вы увидели на листике 5 особей тлей, это уже значит, что экономический порог вредоносности перееден. Это значит, что эти 5 особей на каждом листике могут нанести серьезный ущерб вашему урожаю. И стоит обратить внимание на средства защиты. Стоит начинать борьбу уже на этом этапе, как только появились первые особи. И, конечно, самое первое средство, на которое мы обращаем внимание, когда хотим сохранить урожай экологически чистым и здоровым – это народные средства борьбы. Это могут быть настои растений, которые обладают горьким вкусом или раздражающим действием. Это пижма, полынь, острый перец, но при этом только не забывайте, что обработав свои растения такими остроперечными растворами, когда вы сможете это все кушать. Это мыльно-содовый раствор, самый распространенный, быстрый в приготовлении и довольно эффективный, пока вредителей немного. Это табачная пыль, табазол и горчичный порошок, который тоже может попортить здоровье тле. Следующая группа препаратов, которые хорошо зарекомендовали себя в борьбе с тлей, пока ее еще немного – это биопрепараты. Препараты, которые созданы на основе живых грибков, бактерий или продуктов их жизнедеятельности. Они тоже безвредны для человека, для животных, для окружающей среды. Единственное условие – применять их нужно в теплую погоду и часто, поскольку они легко смываются дождем. И одними из наиболее популярных и заслуживших свое доверие у садоводов и огородников являются, конечно, бетоксибацилин, профит-антивредитель, всем известный фитоверм или окарин на основе аверсектина, матрин-био. Помните, что после обработки растений биопрепаратами употреблять в пищу ягоды, плоды, либо зелень можно уже на третий день. Не забывайте их мыть перед едой. И, наконец, третья группа препаратов – тяжелая артиллерия, которую рекомендую применять в том случае, если первые моменты по борьбе с тлей уже были упущены. И она покрыла побеги толстым слоем, уже вовсю ходят муравьи, а молодые листики скукожились, вот как здесь, видите, на одной веточке она поселилась. В таком случае стоит взять более серьезные препараты на основе синтетической химии. Это может быть всем известная Актора, Децис, Биотлин, Имидор, Искра, любой препарат от насекомых, от тлей, зарегистрированный в вашей регионе. Здесь самое главное условие – обязательно соблюдайте инструкцию по применению и технику безопасности, поскольку эти препараты токсичны уже не только для насекомых, но они токсичны и для человека, и для домашних животных, и для полезных животных, которые могут находиться у вас в саду. Поэтому применяйте их в безветренную погоду, желательно в утреннее до 10 часов утра или в вечернее время после 6 вечера, с тем, чтобы к этому моменту пчелы-опылители уже ушли в свои ульи. Ударите из сада перед обработкой своих домашних животных, предупредите своих домашних членов семьи с тем, чтобы они не заходили в этот сад, пока вы работаете, и хотя бы пару дней после обработки, а лучше 3 дня, и тогда ущерб будет минимизирован. И есть еще один важный момент, который часто упускают садоводы при защите своих растений от тлей и прочих вредителей – как обработать свой сад. Многие препараты контактного действия – это в первую очередь народные средства, это все биопестициды, и суть их работы в том, чтобы попасть на насекомое, а тля часто прячется с нижней стороны листа, и если вы на нее не попали, препарат не сработает, поэтому, когда вы опрыскиваете свои деревья, свои кустарники от тлей, обрабатывайте сверху листья и обязательно снизу, а для того, чтобы контактные препараты сработали на все 100%, добавьте в баковую смесь немного прилипателя. Это может быть жидкое мыло, оно не позволит каплям, особенно с гладких листьев салата или капусты, стечь, задержится на поверхности, и в результате препарат сработает так, как нужно, и тля уже не будет вас беспокоить. У каждого из вас есть свой выбор, использовать народные средства, использовать биопрепараты или использовать серьезную химию, но всегда помните, что использовать нужно вовремя, на упреждение, не давайте вредителю размножиться и испортить ваш сад, и тогда ущерб для окружающей среды будет минимальным, а здоровье сохранится на самом высоком уровне и у вас, и у ваших деревьев, все должно быть вовремя. С вами была Юлия Кондроденок и Процветок. До новых встреч на нашем канале, ставьте лайки, подписывайтесь и смотрите наши новые ролики.